всем привет сегодня хочу показать наш третий продуктовый набор который мы получили в детском саду это набор за май два предыдущих я вам уже показывала ссылочки оставлю в описании и вкратце поясню что эти продуктовые наборы выдаются в петербурге абсолютно всем школьникам дошкольникам и детям до трех лет независимо от материального положения ну вот так вот решил наш губернатор он посчитал что помощь нужна не только льготным категориям но и всем жителям петербурга и за это ему конечно же огромное спасибо наборы друг от друга отличаются первый был где-то килограмм на 8 2 был 25 килограмм такой солидный большой хороший набор и третий набор это что-то среднее между первым и вторым он побольше чем 1 но немного поменьше чем 2 где-то килограмм на 13 он тянет и также здесь добавлены какие-то позиции которых не было в предыдущих наборах давайте смотреть что нужно положили в этот раз положили нам геркулес 3 упаковки я ческать уже не знаю что с ним делать потому что до того как мы начали получать эти продуктовые наборы моя самая любимая каша была овсяная дочка у меня каши не ест муж тоже но теперь после того как у меня огромное количество геркулеса я уже не очень наверное люблю эту кашу и в принципе я ем ее не так часто я даже не знаю что мне теперь делают совсем этим огромным количеством геркулеса которые у нас теперь есть дома я уже печеньки с ними делала кстати они мне не понравились может быть я что-то не так делала вроде бы с ними можно делать какие-то батончики да если вы знаете напишите пожалуйста вообще куда еще можно использовать наверное можно как-то перемолоть их муку может быть какие-то блинчики из них печь в общем посоветуйте куда можно деть геркулес потому что кстати у него написано что срок годности всего четыре месяца а у меня где-то упаковок 6 наверное конечно я там что-то отдала близким но им тоже так много не нужно и общем конечно не хотелось бы чтобы это все пропадало хотелось бы куда-то это применить положили нам в этот раз макароны две упаковочки каждая упаковочка по 450 грамм итальянские из твердых сортов пшеницы союз пищепром я их магазине не видела но я так думаю что какие-то недорогие макароны в первом наборе нам тоже попадались макароны фирмы lemak такие знаете они не очень вкусные были а вот во втором наборе положили 4 килограмма муки вместо макарон и мука конечно мне пригодилась мы много чего из нее сделали я честно говоря надеялась что в этом наборе тоже попадется мука но вместо этого положили макароны такое совсем не совсем равноценное мне кажется сравнение две пачки макарон или 4 килограмма муки но тем не менее вот что положили то положили конечно и за это спасибо в этот раз нам положили батончики мюсли мультизлаковый с черникой и ежевикой три штучки сто процентов натуральный без консервантов и химических добавок здоровый перекус кстати я по моему такие батончики видела в магазинах но я в принципе их не покупаю дочка у меня их не особо любит но я и дам попробовать если понравится пускай конечно кушает но я очень сомневаюсь потому что она мне все такие вещи не любят но видимо придется нам с мужем их доедать положили нам подсолнечное масло 1 литр не знаю как правильно читается то ли богатовское золото то ли богатовское золото мне кажется богатовское золото звучит как-то коряво скорее всего богатовское это вот то место где его производят это вот нам пригодится конечно же положили нам в этот раз всего три плитки шоколада до этого они шоколада не жалели и клали его гораздо больше ну в принципе и на этом спасибо в этот раз положили другую какую-то фирму здесь мне плитка 100 грамм и две вот такие вот шоколадки шоколад айка молочный по 80 грамм и я думаю что обычный шоколад из двух других наборов нам в принципе шоколад понравился единственное что из первого набора шоколад был слишком сладкий но вот дочки моей все понравилось конечно же потому что она любит сладкое а вот из второго набора мне самой понравился шоколад он недорогой но я во всяком случае теперь сама буду обращать на него внимание в магазине периодически его покупать ну может это тоже должны быть такие неплохие шоколадки также из новинок скажем так нам положили печенье в предыдущих наборах его не было это какое-то топленое молоко вес 400 грамм 2 упаковочки я люблю печенье с топленым молоком а дочка у меня тоже любит печенюшки так что я думаю что нам должно понравиться кстати по срокам все в порядке печенье вообще свежая сделано в июне ну еще в довесок к тем большим упаковкам положили две вот такие вот малютки каждая упаковочка по 100 грамм это тоже печенье сахарное с топленым молоком ну вот оно сделано 30 мая но я думаю что все равно свежие в каждой упаковочке по 6 печенюшек положили нам опять чай принцесса нурии вы знаете это отвратительный чай хоть я не люблю крепкий чай и обычно я буквально вот несколько раз макаю пакетик и мне достаточно но даже для меня это не чай а вода просто просто сплошная вода потому что я эти пакетики заваривал достаточно долго но он все равно не имеет никакого вкуса то есть это не чай это пыль с дорог и вот в предыдущем наборе нам попадался другой чай тоже недорогой абсолютно безвкусный и вот во втором наборе нам положили четыре упаковки этого чая он просто никакущий я не знаю что с ним делать единственный лайфхак который я знаю это класть такие вот пакетики в обувь чтобы ее немножко освежить ну также конечно можно там вот под глаза пакетики чая класть до чтобы вот от темных кругов под глазами если вы еще знаете как можно использовать дешевый чай напишите мне пожалуйста я буду вам благодарна положили нам две упаковки гречи каждая упаковочка по 900 грамм положили нам один килограмм сахара конечно же нам пригодится мы хоть и часть ним не пьем но я его добавляю куда-нибудь выпечку либо блинчики делаю либо булочки так что он у нас не пропадет опять нам положили рыбную консерву так и не дошла до нас тушенка потому что кому-то вместо рыбных консерв кладут тушенку но только не нам нам все время попадаются рыбные консервы правда в двух других наборах была другая фирма и другая рыба в этот раз нам положили горбушу русский рыбный мир ну по идее горбуша должна быть нормальная по срокам все в порядке в предыдущих двух наборах была скумбрия кстати неплохая единственное что во втором наборе нам попалось несколько баночек которые горчили не знают то ли с рыбой что-то не так было то ли как-то и неправильно хоронили то ли законсервировали но общем рыба была горькая а так в целом рыбные консервы неплохие ну и напоследок у нас здесь осталось клубничное варенье нам в прошлом наборе тоже она попадалась и вы знаете я говорил что я не особо люблю клубничное варенье но то варенье мне очень понравилось дочка у меня его не оценила она его даже не стала пробовать вообще меня клубничное варенье любит муж но к сожалению ему она даже не досталось в прошлый раз ну вы знаете я не виновата просто она слишком долго стоял у нас холодильнике недели две наверное муж не обращал на него внимание ну я решила зачем добру пропадать и благополучно за это время съела его сама вот с блинчиками то с чаем но здесь целых две упаковочки поэтому я думаю что в этот раз все-таки мужу возможно удастся его попробовать здесь каждая упаковочка по 600 грамм производит его кондитер сервис вкусное варенье я думаю что раз фирма одна и та же баночки только отличаются скорее всего варенье будет такое же вкусное здесь она знаете я не знаю видно вам будет или нет кусочки плавают они правда такие мелко нарезанная клубника но очень вкусно мне понравилось хорошего варенье вот такой продуктовый набор мы получили в этот раз кстати в садике нам сказали что возможно будет еще продуктовый набор за июнь надо смотреть на сайте нашего садика за обновлением информации следить но вы знаете я не очень понимаю кто на него может рассчитывать потому что еще до карантина у нас спрашивали точнее мы там подписывали какую-то бумагу нужен ли нам садик на лето и кто-то писал что им нужен садик а кто-то писал что не нужен вот мы как раз таки были теми кто написал что нам садик на лето не нужен а так по идее вот обычный учебный год длится до конца мая и получается что мы в июне и так бы не ходили в садик и поэтому я не знаю можем ли мы рассчитывать на июньский набор но в садике нам сказали следите за информацией если появится то идите получаете но я думаю что мы сходить то конечно сходим но если скажу что вам не положено ну значит не положено а если еще и 3 и 4 набор дадут то конечно же будет очень приятно пишите в комментариях получали ли вы подобные наборы вообще отличаются они от нашего или нет мне будет очень интересно почитать но на сегодня с вами прощаюсь спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал не забывайте про лайки и увидимся в следующем видео а а а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok